Немножко меня огорчает, когда люди приходят, потом во время прославления прям встают и уходят. Я вчера буквально встречался с пастырем турецкой церкви. И мы разговаривали. И он несет служение здесь, в Болгарии. И он говорит, что совсем недавно мы разошлись с одной деноминацией. Потому что эта деноминация не приветствует, когда кто-то играет, прославляет Бога на инструментах. И когда используется электричество, тогда это не для нас. Но вы знаете, я сегодня задам, я люблю последнее время задавать вопросы, чтобы мы все вместе размышляли. Когда мы прославляем Бога на инструментах, Господь с нами. Если бы мы прославляли Бога без инструментов, Господь бы оставался с нами. Конечно бы оставался с нами. Есть церкви, которые прославляют только хорал, только на голосах. И есть церкви, которые прославляют Бога очень громко. И Бог с ними. И есть церкви, где прославляют Бога очень тихо. И Господь Иисус с ними. Вот кто нас объединяет? Почему мы христиане иногда ищем, что нас разделить? Мы пришли, увидели. Вы как вечеря принимаете? У вас на стаканчике есть золотая каемка? Нет. Все, мы встаем и уходим. Ну такое есть. Мы ищем, чем бы возгордиться. Ученики и по сей день спорят друг с другом. Кто больше? Кто правильно верит? Кто? Только мы спасаемся. Все остальные идут в ад. Вот такое мнение. Думаю, когда мы христиане наконец вырастим? Когда этот детский сад закончится? Когда мы будем смотреть на того, кто нас объединяет? Вот слова Иисуса. Иисус сказал, что только тогда люди скажут, что вы мои ученики. Когда увидят любовь между вами. Вот она, зрелость. Недавно я слушал одного хорошего проповедника. И он сказал очень отличную мысль. Вот когда приходит полная мера возраста во Христе Иисус. Но не тогда, когда ты 30 лет веришь в Бога. Не тогда, когда 50 лет веришь в Бога. Не тогда, когда 50 лет веришь в Бога. Зрелость приходит очень быстро. Когда ты знаешь Иисус Христа. Когда ты познаваешь Иисус Христа. Лично. И очень близко. Вот в этот момент. Ты зрелый христианин. Ты си зрелый христианин. Потому что ты живешь его откровением. И зрелость исходит только от Иисуса. Нет зрелых христианин. Есть дети. Которые зависимы. От нашего Господа Иисуса Христа. И когда они зависимы напрямую. Вот тогда они зрелые христиане. А когда через посредников. Когда через кого-то. Через пастыря. Через учителя. Кто-то уже годами водит за ручку. Это нельзя назвать зрелостью. Это детский сад. Вот мы знаем только такого пастыря. Мы признаем только такого учителя. Мы читаем только такую Библию. И все. Больше других не признаем. Так люди себя ограничивают. Как в шорох. Пусть вот это прекратится. Я хотел сегодня предложить помолиться. И бих искал днес да се помолим. Помолиться за развитие турецкой Церкви. Да се помолим за развитието на турецкой Церкви. За провеждение конференции. За провеждение конференции. Которая здесь планируется на октябрь месяц. чтобы она состоялась. Международная конференция Треть-Диас, когда будут приглашены и турки. А в следующем году, дай Бог, с Божьей помощью, мы будем проводить конференцию в Турции. И мы верим, что мы будем проповедовать мусульманам. И много мусульман уверуют. Почему? Потому что мы верим в живого Бога, который сегодня тот же, который сегодня исцеляет, который сегодня освобождает, который сегодня воскрешает к вечной жизни, который сегодня дает жизнь, и это жизнь с избытком, и это должны видеть все. И когда мусульмане видят, вы знаете, когда мусульмане приходят ко Христос, когда они видят, что Бог и сегодня живой, когда они видят, что Бог и сегодня жив и до днес, Он и сегодня творит чудеса. И днес творит чудеса. И в Нем нет ни тени перемен. И в Него няма никаква проблема. Тогда они приходят и говорят, я тоже хочу верить в такого Бога, который исцелил неизлечимую болезнь, который освободил наркомана, который ему никто не мог помочь. Когда Бог воскресил из мертвых, я хочу верить в такого Бога. Ты хочешь верить в такого Бога? Давайте мы помолимся за пробуждение и в Болгарии. И вот это вот чудо, я верю, что пробуждение в Турции произойдет также и через Болгарию. Болгария послужит для освобождения Турции. Вот это Божий феномен. Когда одна страна порабощала другую страну, куда-то одна страна порабила другого. И Бог берет вот эту, казалось бы, порабощенную в прошлом страну, для того, чтобы освободить поработителя. Аминь или не аминь? Потому что вот такие сильные, они думают, что они вот только могут порабощать. Но знаете, духовные истины говорят. Кто хочет контролировать, тот рано или поздно сам откажется под тотальным контролем. Кто хочет порабощать, рано или поздно сам станет рабом. Но в любом случае рабом греха это точно. Рабом дьявола. И освободить его сможет. Только Господь Бог. Потому что Слово Божие говорит там, где Дух Господний, там свободна. Аллилуйя. Только Дух освобождает. Само Дух освобождает. Дух освобождает от того, от чего человек не может освободить. Никакая сила не может освободить. Какого можно освободить человек от греха? Сейчас наркотики становятся такими изощренными. Вот только пластинку взял. Потер его так в руках. И развиваются такие бурные галлюцинации. Два раза надо потереть. И ты больше никогда не сможешь освободиться. И скорее всего очень быстро сойдешь с ума и умрешь. Если Господь не мешает. Ако Господь не се вбурка в тази ситуации. Но всякий призвавши имя Господне. Написано спасет. Пишет, че ще се спаси. Сегодня я приглашаю нам хочет послужить сегодня. Пастор на молодежкото служение. Роман Плешо. Давайте поприветствуем. Всем привет. Здравейте на всички. Сегодня уже вот несколько раз упомянули по конференции, которая будет. Несвече няколко пъти вспоминаха конференция, която ще има. В октябре месяце. През октомври. Я сам не дождусь, когда она начнется. Я с ним могу да дочакам, кога ще започни. Потому что все мое окружение, все знакомые уже в большинстве своем побывали. Как участники. Как служители. И рассказывают такие чудеса. Но больше скрывают, чем рассказывают. И прям с нетерпением ждешь. И вот мы были недавно в Турции. И вяхми наскоро в Турции. Помогали в молодежном лагере. Помогахми в молодежский лагерь. И там сейчас ребята молятся. И сега там хората се молят. Как получить визы. Как да получат визи. Так, чтобы приехать сюда в октябре. Задойдат тук през октомври. Там есть с Казахстана, там ребята и девочки. Им нет проблем сделать визу сюда. Те немат проблем да направят визу. А есть ребята с России, которым сейчас сложно. И вот они сейчас усячески молятся, чтобы Бог так изменил ситуацию, чтобы им начали выдавать визы. Чтобы они приехали сюда. И знаете, я уже который раз убеждаюсь, на сколько Библия это уникальная книга. Сколько в ней мудрости. Сколько знаний. И не так давно прочитал одну статью. Она давно была написана, просто сейчас наткнулся. Один ученый-атеист захотел доказать, что Библия это просто художественная книга. И он сказал, что можно выбрать одну историю, если доказать, что она нереальна. И сказал, что можно избеременная история, додукажем, что она нереальна. Значит, можно на все истории. Значит, можем допустим, красноцелы за Библию. И вот он выбрал историю, когда Кит проглотил Иона. И были собраны несколько ученых, которые поддерживали его. Нашли спонсоры. И вот они на протяжении нескольких месяцев, не помню точный срок, потратили миллионы долларов, чтобы убедиться, что на самом деле это возможно. Что действительно Кит может проглотить Иона. И потом его выплюнуть. Потому что он привык питаться моллюсками, человек для него слишком большой. И вот сколько человек пытались как-то провернуть Библию. Колкото хора са се опитвали, да спорят, упровергават Библия. И только ждала неудача. Ги е постигал, не ги е постигал късмет, успех. А многие еще уверовали. И мнозина от тях са повервали. И вот я недавно видел видео, буквально недели две назад. И в две седмицы видях одно видео. Кит приглотил человека с лодкой. Как Кит заглушит лодка с человеком. И через минуту выплевывает его. И следует на минуту и сплюет человека. И человек жив-здоров. И человек жив-здоров. Единственное, немного испуган. Само учу. И малко стресс над... И читая Библию, понимаешь, насколько... И читая Библию, ты разбираешь. В ней есть ответы на все наши случаи жизни. Колко отговори им во вне за всички те случаи от живота. Есть примеры живые. Има живые примеры. И понимаешь, насколько жизнь с Богом интереснее и лучше. И вот под интереснее и лучшее я не имею в виду, что жизнь вообще без проблем. Что нету трудностей. Что нету какое-то огорчение и печали. Что няма някакого разочарования или т.г. Иисус не обещал нам, что уверуете в Меня. И можете лежать, ничего не делать. Что еда, богатство будет все приходить просто с неба. Нет, Иисус нам говорил, что будут печали у нас в этом мире. Но поверив в Него, доверив всю свою жизнь Богу, мы получаем самое главное. Это спасение. Получаем вечную жизнь. И вот уже там на небесах нас ждет жизнь без болезней, без зла. Вот там действительно нас ждет настоящее такое счастье и радость. И вот задумываясь об этом, читая, перечитывая Библию, анализируя свою жизнь, ставя, допустим, в пример, я всегда любил большую практику, нежели теорию. Я уже говорил. И читая Библию, я пытаюсь проанализировать, как я могу это применить в своей жизни. И вот вспоминаю я ошибки прошлого. Что я правильного делал. Я понял, насколько вот взаимосвязано наши действия, наша реакция на те или иные вещи, наше отношение к служению, наше восприятие, понимание Библии, наше взаимоотношение с Богом, как все это взаимосвязано с тем, что у нас есть сейчас. И вот думая об этом, Бог дал вот слово, на которое я хотел бы с вами поделиться. Такое мотивирующее, ободряющее, как мне кажется. И тема моей сегодняшней проповеди не ной. Вы знаете, насколько сильно нытье может разрушить нашу жизнь? Это одно из таких самых мощных оружий в руках дьявола. Когда у вас что-то не получается, он такой подходит на ухо сзади. У тебя не получится. Ничего не выйдет. Не старайся. Ты никто. И так далее. И нытье мы никак не помогаем трудностям, которые у нас есть. В Библии очень много пишут. Там вот зачастую нытье ропот. Пиши основную ропот. Насколько вот люди, когда было трудно, начинали роптать. Вот. Мы уже столько лет в рабстве у египтян. Их освобождают. Мы хоть и свободны, но ходим по пустыне. И нету вот как бы во время нытья, и во время нытья, нету, человек не замечает каких-то радостных вещей вокруг него. И радоваться мы можем, только когда у нас все хорошо. А когда у нас плохо, мы начинаем ныть. Но все же написано в Библии. И я первое место из Писаний. Экклезиаст 7.14. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Вот. В одни радости мы радуемся и пользуемся тем благом, который у нас есть. А в одни несчастья надо размышлять. Не треба да си мислим. Не стоит ныть. Вот. Почему у меня не получается. Это за что не мислим получава. Вот. Все плохо. Псечку и лошу. Все идет под откос. Псечку не ворви по плану. Нет, надо размышлять. Травда рассаждава. Почему это произошло? За что? Все случаи. Для чего мне это было дано? За каквом я дали ну. Вот вы представляете, чтобы Иосиф ныл. Иосиф да сио плаква. А его родные братья продали. Продали. Родники ему братья согупродали. За 20 серебряников. За 20 серебряников. Хотя, вот если взять, там поровну не делится. Не седли поровну. Если вот на 20 серебряников разделить на братьев, там и выходит не то чтобы много. А поделим 20 на братья то не изли за много. Как бы на нем они не заработали. Не саспечелили пари. А просто продали его в рабство. Просто согупродали в рабство. Его сына, чей отец был главным среди израильтян. И тут его в рабство. И он не ныл. И той не се уплаквал. Он служил. Той служил. Он доверял Богу. Той доверял на Господа. И все мы знаем, к чему это его привело. И все мы знаем, к какое стигнал. Даже когда его незаслуженно в тюрьму отправили. Он и там служил и доверял Богу. И все мы знаем, чего добился Иосиф. Насколько он был близок к фараону. Насколько он был близок с Богом. Насколько он ему доверял. Било много близок с Бога и ему и доверял. Потому что он прекрасно знал, что он дитя Божье. И будучи рабом для глазах людей, он был дитем царя. Потому что он был сыном Бога. И все мы знаем прекрасно по Библии, что мы дети тоже царя. Что все мы знаем прекрасное обетование, которое в Библии написано. Но когда что-то, вот мы знаем прекрасное обетование, мы знаем прекрасно, что мы дети царя. И зачастую ждем просто, чтобы это все просто к нам пришло. Наши ожидания зачастую играют только нам хуже. не правят по лошу. И от этого мы начинаем ныть. Почему вот я получил, точнее, я не получил, а вот мой сосед это получил. Почему вот у тех все хорошо, а у меня все плохо. Вы представляете, вот что такое говорил Давид? Вот ему 15 лет, к нему приходит пророк и говорит, ты будущий царь Израиля. И помазал его на царя Израиля. И вот, чтобы он вот сидел просто, ну все, я царь, я ничего делать не буду. Нет, он встал, сказал, хорошо, и пошел пости овец. И отишел да гледал овцети. Когда его Саул преследовал. Хотел убить. Вы представляете, за ним охотился царь. Хотел его убить. И он и тогда не ныл. Не роптал. Он доверял Богу. Он знал, что рано или поздно его время придет. И при этом он не хотел получить вот это царство, свою власть, каким-то таким обходным путем. Убить Саула, например. Нет, он знал, что он помазанник Божий. Что он не может его как-то убить, навредить ему. Он спокойно доверял Богу и знал, что его время придет. И спокойно все доверял на Господа и знал, и делал все, что говорил Господь. Также можем Иисус Навин, например. Господь сказал, вот эти земли все твои. Из израильского народа. И вот вы представляете, чтобы он где-то там на десятом царе сказал, не, я устал, я больше не хочу воевать. Господь, ты же мне обещал. Пускай не сами придут, там скажут, вот тебе земля, забирай. Нет, он доверял Богу и он размышлял, что нужно делать. И во многих случаях, когда их было куда меньше количество чем врагов, они видели чудеса, которые Бог делал, они побеждали. Будучи имеем меньшее количество войнов. И поэтому мы должны всегда у Бога спрашивать. зато виноги треба допит Господа, чего Он хочет от нас, каково наше предназначение. Ведь нытье этому мешает. Мы зацикливаемся на себе. И что самое страшное, нытье и ропот это недоверие Богу. мы не доверяем Его словам, не доверяем Его власти, Его силы. И из-за этого зачастую теряется какое-то желание что-либо делать. Из-за этого теряется желание как-то служить. Быть ответственным к своему служению. Вот например Моисей. Он был во дворе фараона. Был приближенным военачальником. И вот тут пришел к нему Господь и говорит ты выведешь народ Израиля из Египта. Он понял что это его предназначение его миссия. И все мы знаем о казнях египетских. И все знаем заказните на Египет. И вот это просто действительно для скажем как чудеса это что-то невероятное что происходило. И вот израильский народ вышел. Израильский народ излязл. И вот ходят они по пустыне. видя все что произошло до этого и они начинают роптать. Они начинают ныть что вот нам обещали обетованную землю а мы все ходим по пустыне. И вот вы представляете что Моисей прислушался к ним и сказал ну да так то не очень хорошо я не хочу больше никуда идти. Господь приведи нас сразу в землю обетованную. Нет он прислушивался к Богу он слушал что Бог ему говорил говорил израильтянам наставлял их на путь верный но зачастую израильтяне роптали видя все эти чудеса что было в Египте как ударом посоха потекла вода они все равно искали себе других Богов и сделали себе медные изваяния статуи поклонялись им но не Богу и роптали и за это они мучились 40 лет в пустыне и люди которые вышли из Египта не дошли до земли обетованной и дошли уже их потомки поэтому мы должны очень серьезно относиться к своему служению потому что это то что нам доверил Бог и тем самым Он проверяет нас насколько нам можно доверять те или иные вещи насколько можно доверять служение и насколько мы относимся к своему служению не имея ничего вот пример Йова когда Бог с дьяволом разговаривали и дьявол же ему говорил что вот Йов настолько праведный настолько тебе верный потому что у него есть все и Господь как показали же дьяволу что Йов был верен Богу и когда у него все есть и когда он все потерял и все мы знаем что после этого он получил в два раза больше чем у него было получил два потепов чего от колху то им вот в нашем сердце на первом месте всегда должен быть Бог Бог проверяет нас поскольку он знает желание нашего сердца он знает как мы смотрим на разные вещи как мы относимся к своему служению насколько мы это делаем вовремя делаем заранее дали говорим на время или даже по утра и его не получится обмануть мы можем обмануть окружающих нас людей когда мы просто несерьезно отнеслись к служению и получилось вот так тяп-ляп и мы таки ой простите там кошка лапку сломала колесо в машине спустило сегодня передавали высокое атмосферное давление поэтому все так получилось и люди могут поверить что действительно что-то случилось такое что помешало тебе сделать свое дело как подобает но господь видит все он видит как ты относишься к этому и проходя вот эти проверки служения дела работы не важно господь видит что ты с этим справляешься он дает тебе больше и мы должны помнить что господь всегда идет впереди нас что если он говорит что ты это сделаешь или сделай это и это может казаться супер невозможным супер нереальным но если господь сказал значит все таки будет потому что он идет впереди нас за счет той борьбе пред нас и это можем прочитать во второзаконии 31 глава 8 стих господь сам пойдет пред тобою сам будет с тобою не отступит от тебя и не оставит тебя не бойся и не ужасайся вот мы делаем и господь идет впереди нас он уже расчищает нам пути и если сейчас как-то идет не так как мы себе представляем мы имеем не то что бы мы хотели и имаме не то что мы знаем что Господь все готовит для нас вы зачастую можете думать что жизнь несправедлива что живота и несправедлив что вроде бы вы к своему служению относитесь искренне вы доверяете Богу вы делаете все безупречно все хорошо но почему-то жизнь с вами несправедлива и начинаете ныть роптать вот вот все вот это вот это вот это дел служил не пропускал ни одного служения все посты соблюдал все все дел но что-то у кого-то есть у меня нет несправедливо вы видели что Иисус ныл его осудили ни за что он умер ни за что несправедливо он ничего не нарушил но его люди выбрали на того чтобы его убить даже когда был выбор между ним и преступником кого осудить выбрали Иисуса он понес эту жертву за нас незаслуженно будучи человеком без греха непорочным он пострадал за наши грехи и при этом не роптал и не ныл так и мы должны зная свое предназначение нести свое служение жить в этом мире так чтобы показывать остальным насколько велик наш Господь насколько он всемогущ насколько наша жизнь скажем так проще с Богом потому что действительно с Ним трудности преодолевать намного легче я вот это заметил по своей жизни когда мне казалось ну все я не справлюсь куда но Господь подходил обнимал и говорил ты справишься ведь я с тобой и анализируя все это ко мне пришла одна ну как для меня очень такая хорошая мысль очень такое хорошее откровение и я хотел бы поделиться с вами то что мы имеем сегодня это результат наших действий вчера и если мы хотим чего-то завтра то это нужно начинать делать сейчас сегодня не с понедельника не с нового года не от нового года не как вам удобно изчислять а сейчас и тогда шаг за шагом к будущему вы придете к тому чего хотите следуя за Богом следуя за Господу вот вы знаете когда в горах при большом снеге при риске того что будет лавина и вот допустим группа туристов скалолазов кто как они называются вот человек который знает куда наступать как и как может свалиться снег он идет первым протаптывает тропинку и люди которые с ним должны просто идти по его следам получается он зная все зная как может куда не надо наступать куда надо он протаптывает тропинку также Господь он для нас протаптывает эту тропинку и в любых трудностях неудачах мы должны приходить к молитве к нему размышлять и тем самым мы идем следами которые он протаптал потому что там чуть-чуть влево чуть-чуть вправо и вы срываетесь и вот это нытье вот этот ропот нытье и роптанье и уплакване не дает вам четко слышать и понимать чего хочет Господь и зачастую человек может просто упасть вот человек начинает ныть все и человек падает и жизнь его просто идет в тартарары и живот ему просто заминало и поэтому я призываю братья и сестры давайте больше доверять Богу невзирая на неудачи на проблемы особено то что сейчас творится в мире не самое спокойное время но мы знаем верных верных ему он заберет к себе давайте помолимся другое господь я благодарю тебя за все что ты делаешь за все что ты делаешь в жизни благодарю тебя за все те трудности и те испытания благодаря которым я стал сильнее я стал мудрее я стал более опытнее за то что ты проверил мое сердце дал мне быть полностью верным тебе доверять тебе быть более чувствительным к Духу Святому и дай Господь мне сил физических моральных чтобы в трудные минуты не начинать роптать а приходить к тебе Господь приходить тебе с молитвой и размышлять и понимать что и как мне нужно делать Господь ты видишь желание сердца каждого здесь человека дай Господь каждому слово знания мудрости чего им начинать делать сегодня чтобы получить и добиться того чего они хотят уже завтра я благодарю тебя Господь мой волился с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа Аминь Аминь спасибо спасибо за слово благодаря за слово у меня сегодня слово к причастию сегодня у нас трапеза Господня я хотел открыть первое место и оно написано послание к евреям первая глава с первого стиха я прочитаю на русском на проекторе можно читать на болгарском языке здесь апостол Павел пишет апостол Павел пишет Бог многократно и многообразно говоривший в издревле о сам пророках в последние дни сии говорил нам сыне которого поставил и наследником всего через которое и веки сотворил сии будучи сиянием славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершив собой очищение грехов наших воссел одесной престола величия на высоте будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее перед ними наследовало имя кому когда из ангелов сказал Бог ты сын мой я ныне родил тебя и еще я буду ему отцом и он будет мне сыном так же когда вводит первородного во вселенную говорит и да поклонится ему все ангелы об ангелах сказано ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь а о сыне престол твой Божий век века жерзал царствие твоего жерзал правоты ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие посему помазал тебя Божий Бог твой и елеем радости более соучастников твоих и вначале ты Господь основал землю и небеса делы рук твоих они погибнут а ты пребываешь и все обетования как риза и как одежду свернешь их и изменится но ты тот же или та твоя не кончится кому когда из ангелов сказал Бог сиди одесну меня доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих не все ли они суть служебной духи посылаем на служение для тех которые имеют наследовать спасение аминь очень такая глубокая теология много глубокая теология апостола Павла на апостол Павел или предполагаю что это и апостол Аполлос также мог написать и здесь написано о том что Бог посредством Сына и веки сотворил да веки сотворил времена то давайте мы откроем все вместе еще Псалом 32 на болгарском скорее всего да или 31 или 33 32 Псалом в русской библии сейчас увидим начинается так радуйтесь праведные о Господе правым прилично словословить 33 болгарская библия 33 6 стиха 6 стих 6 стих я могу прочитать пока 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17 18 18 21 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 31 32 32 И Господь показывает, что выйдет от земля, и появляется земля. Доделяет твердь воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. И Писание говорит, что стало так. То есть, 32-й Псалом, он всего лишь подтверждает, констатирует то, что Бог делает. 33-й Псалом подтверждает то, что правит Господь. Бог не человек, чтобы обманывать. Когда Бог что-то говорит, оно рано или поздно исполнится. Потому что это Бог. И вы знаете, в первом послании от Иоанна, написано, что на небесах пребывает три. И как написано там? Отец. Слово. И Дух Святой. И сие три суть едины. И вот не написано на втором месте, не написано, что это Сын. А написано, что Слово. А пишите Слово. Я сегодня хочу немножко пояснить. Мне слишком мало куда разъясняю. А почему это так важно? За что тувай толково важно? Бог сказал и сделалось. Господь. Это с 8-й стих. От 8-й стих. Повелел и явилось. Это 33-й тоже? Да, 33-й Псалом, 8-й стих. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Совет же Господний состоит вовек. Помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие себе. Еще раз прочту. 6-й стих. Словом Господа сотворены небеса. И Духом уст Его все воинство их. Бог всегда, если что-то производит, Он на это производит Своим Словом, написанным. И Своим Духом. И поэтому, вы знаете, есть всего три ипостаси. Есть первая ипостась, это ипостась Бога Отца. Вторая ипостась, это ипостась Сына Божия. И третья ипостась, какая ипостась? Ипостась Святого Духа, правильно? Все эти три суть едины. И все эти три не имеют ни начала и ни конца. И все эти три не имеют ни начало, ни края. И можно так сказать, что все то, что началось, оно началось со Слова. И започнуло от Словото. И началось с Духа. Бог что-то захотел. Господь поискал нечто. Он что-то сказал. Вдохнул дыхание жизни своей. Вдохнул из живот. И оно ожило. И то и оживяло. Правильно я говорю? Правильно ли казалось бы? Так все началось когда-то. И так започнуло всичку некуда. И поэтому про Иисуса Христа написано что? Из-за того, как его пишет за Иисус Христос. Иисус Христос есть начало. Он и конец. Но это... Хочу подвести красную черту. Это не означает, что Иисус Христос есть начало. И это не означает, что Иисус Христос есть конец. Просто с Иисус Христос все началось. И им все и закончится. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю сегодня? Потому что Иисус Христос есть Слово Божие. И в определенный момент это Слово стало кем? Оно стало плотью. И обитала среди нас полная благодать и истины. И мы видели Слава Его. Единородный Сын. Сущий. То есть Сущий значит Вечно Существующий. И Егова. Вот Иисус Христос это Егова. У Него нет ни начала, ни конца. Это Вечный Бог. Он Вечно Существовал вне Дри Отца. И в определенный момент Иисус Христос явил Славу Отца. Вот первая глава евреям написано о том, что Иисус Христос явил образ Отца. Там пишет, что Иисус Христос явил образ Отца. Он не сотворен по образу и подобию Божьему. Он и есть образ. Вы видите разницу? Мы и люди сотворены по образу и подобию Божьему. И когда-то через Адама мы все согрешили. А через Иисус Христос что мы обретаем? Через остата на Иисус Христос какво придобиваме? Придобиваме через Его кровь. Через кровь Иисус Христос. Мы придобиваме природа Самого Бога. И Его свойства. Мы становимся причастниками Его Божественного Естества. Давайте мы прочтем это место. И оно написано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 22 глава. 7 стих. Настал же день опресников, который надлежало заколать пасхального агнца и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал ему, вот при входе в вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную. Там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. Вот как вы думаете, человек может предсказать все вот эти события, которые потом и произошли? Можно ли вот так предсказать, что вы пойдете в город? Там встретите человека. Это как вот сейчас я кому-нибудь из вас скажу, что вы сегодня будете в центре города. Там встретите человека, который будет в красной кофточке. Вот идите смело к нему домой. Там будет хозяин этого дома. И скажите ему, учитель сказал, накрой хорошую поляну, чтобы стол ломился. Потому что я приду не один. Я приду со своими учениками. Вот вся наша церковь придет к тебе. И этот человек все в точности исполнит. И тот же человек, что исполнив сичку. Вот так мог делать только Иисус Христос. Такое можно и правил сам Иисус Христос. Почему он мог это делать? За что можно и правил? Потому что он всеведущий. За что-то тое всезнающий. Всезнающий. Всепроникающий. Всепрониквашт. Он знает все тайны. То есть знает все эти тайны. Что у нас в голове, что в наших сердцах. Как во всеми мыслим, как во имя в сердца то не. И поэтому ученики видели это каждый Божий день. Ученицы ему виждали това всякий Божий день. По тысяче знамений в день. По хиляда знамений в день. И он пишет, что все книги этого мира не хватило бы, чтобы описать все те чудеса, которые происходили с Иисусом Христосом. За то он пишет, все эти чудеса, которые происходили с Иисусом Христосом. А что это значит? Это значит, что в течение дня Ученики Иисуса Христа могли видеть тысячи чудес, которые мог делать только Бог. Он все знал, он все видел, он все мог. Он мог сказать на воду, чтобы оно стало вином. И так происходило. Так что все могли попробовать хорошего вина. Люди начали возмущаться. Почему хорошее вино только сейчас подали? Так было, правда? Я же ничего не придумываю. Это говорит о том, что что Иисус говорит, оно обязательно происходит. Иисус никогда не обманывает. Все Его написано обетование, все обещания, есть да и аминь. Твердое да и твердое аминь. То есть если что-то Иисус сказал, оно обязательно уже исполнилось. Или еще исполнится. Или что-то исполнится. В ближайшем будущем. В близком времени. Я прочитаю дальше. И еще прочитаю нотаток. С 14 стиха. 14 стих. И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, то есть Агнцева, этого закланного, прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. То есть что-то в Царстве Божьем должно было совершиться. И точно на Пасху это все совершилось. А что совершилось? Был приготовлен Божий Агнец непорочный, правда? Бело и подготовлено непорочный Агне в Божьем Царстве. И эта Пасха была заклана. И этого Агнца зарезали. И его кровь пролилась. Можете сказать на это Амин? И это исполнил наш Господь Иисус Христос. Самая святая Пасха. Непорочный человек. Единородный Сын Божий. Единородный Божий Сын. Принес себя в жертву за грехи всего мира. Какой-то сеноси в жертву за греховете на цели свят. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеря, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Аминь. Вы знаете, я неспроста каждый раз повторял о том, что то, что Иисус Христос говорит, оно тут же происходит. Потому что Иисус Христос есть Слово Божье. За счет Иисус Христос и Божье это Слово. В книге Откровения вы сможете прочитать, что Иисус, Он прибудет за нами на коне, и у Него на опоясании будет имя. И это имя какое? И имя это Слово Божье. И поставь Иисус Христос это Божье Слово. Бог сказал, когда-то Слово стало плотью, и обитало среди нас в полной благодати истины. Это Слово нельзя назвать творением. Оно было предначертано, предназначено для нас. И даже написано заклоном. Еще прежде сотворения этого мира, Бог имел это в планах, что если человек согрешит, то жертва для этого будет готова. Потому что Евангелие от Иоанна 3.16 Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Свою, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот Иисус Христос берет хлеб и говорит, «Это сие тело Мое, которое за вас предается. Сие творите Мое воспоминание». Также чашу после вечери берет и говорит, «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». И вы знаете, вот сегодня мы приходим к причастию. И если не достигаем до причастия, почему? За что? Потому что так повелел нам наш Господь Иисус Христос. Правильно? Если Иисус Христос так хочет, если Он так говорит, то мы призваны исполнить это. Если Иисус Христос назвал, взял хлеб, благословил Его и сказал, «Сие есть тело Мое, за вас ловимое». Мы принимаем сей хлеб как тело Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус Христос так сказал. Если Иисус Христос взял чашу с вином и сказал, «Сия чаша, есть чаша Нового Завета». Что такое Новый Завет? Это Новый Договор. Вот в прошлый раз я проповедовал хорошую тему. Это свежее откровение. Кстати, сегодня еще лежат эти книжки. Факты о вашем спасении. Но вот этого откровения в этой книжке нет. Потому что это откровение я получил накануне. Я делился с вами. Что мы имеем во Христе Иисусе. Что нам Бог подарил во Христе Иисусе. Как написано, что «Как с Ним не даруют вам и всего». А чего всего? Что Бог подарил всего? Какво Господь подарил к этому всичку? И мы как люди думаем, ну, небеса, да? Ну, золотой Иерусалим. Золотые Иерусалим. Золотые улицы. Ну, мы как люди, мы думаем материальное что-то. Как хортоси мыслим за материальное нечто. Но когда мы задумались о том, что для Бога драгоценным, что Бог самого драгоценного подарил нам, какво Бог наископоценното подали на нас. И Мария встала, да? И Мария встала. Бог через нее проговорил. Господь проговорил через нее. И я потом ей сказал, не кровь и плод тебе открыли. Но это открыто Духом Святым. Потому что Бог во Христе Иисусе подарил нам самое дорогое. И подарил наископото нечто. Он подарил нам свое сердце. Самого себя. Себе си. Вы верите в это? Вярвате ли в това? Можете ли вот с этим согласиться? Можете ли да си согласитесь с това? Мы во Христе имеем самого Бога. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Мы получили доступ входить во Святая Святых Бога. Сердце Бога открыто сегодня. Самое Святая Святых. Мы можем входить туда, написано, с дерзновением. Для вас это драгоценно, правда? Мы можем войти в самое сердце Бога. Мы можем да влезем в самото сердце на Господа. И можем там остаться. И да останем там. Став Его причастниками. Като станем причастници. Став Его частью. Като станем частью. Плот от плоти Его, как написано. Плот от Неговата плот. И кости от кости Его. И кости от кости Тему. И не пристанам оваться там. И не пристанам да се умиваме с Святата Му кръв. И больше уже оттуда не выходите. И да не излизаме оттам. И пребывать в вечности. И да прибудваме в вечности. Слава нашему Богу. Я хотел пригласить сегодня и пастора Андрея. И пастора Романа. И пастора Романа. Тоже помочь. Да помогнат. В причастие. Я хотел еще раз напомнить о том, что в трапезе Господней могут принимать участие.